А почему в связи с приватизацией не прошло ни одного судебного разбирательства? Где эти судебные процессы? Хоть один! Посмотрите, допустим, о чём говорил вице-премьер Поливанов, который возглавлял Росимущество тогда, Министерство имущества, и который частично занимался приватизацией. Он открыто говорил, не я командовал в Министерстве. В Министерстве сидели американские советники, работники ЦРУ, которые и раздавали имущество не российским олигархам, а иностранным, представляли которых, согласившими с ними сотрудничать, коллаборационисты из числа олигархов. Вы знаете, я хотел бы вам сейчас привести цитату одного из непосредственных участников приватизационного процесса 90-х. Внимание на экран. Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем двинуться вперёд и скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим. И мы приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России. Самое выгодное вложение капитала в сегодняшней России – это скупка заводов по заниженной стоимости. Почему ни одного судебного процесса так и не прошло? Ещё раз, потому что Россия – потерпевшая страна в результате войны. И вот тут говорили, сама развалилась. Извините меня, сама не разваливается, когда указами президента Горбачёва издаётся решение о ликвидации. Люди сами дают признание. Биндукидзе давал признание, Березовский давал показания. Я публично бахвались. И ни одного судебного процесса по незаконной приватизации. Потому что мы побеждённая страна. Процессы, которые их волнуют, только лондонские. Вот в Лондоне их могут посадить, если они будут плохо грабить России. Кстати, я уже вспомнил о Борисе Абрамовиче. Давайте посмотрим на его цитату. «Я жаждал богатства, не задумываясь, что это в ущерб другим. Прикрывая свой грех историческим моментом, гениальными комбинациями и потрясающими возможностями, я забывал о согражданах. И то, что так делал не я один, не оправдывает меня». Тут очень важно обратить внимание на фразу «так делал не я один». Можно сказать по-другому. Так делали практически все. Нет, это было условие. Если ты хотел быть чиновником 90-х годов или олигархом, ты обязан был обслуживать иностранного победителя.